Друзья, всем привет из Сочи! Сегодня 12 января 2021 год, то есть у нас в дате единицы, двойки и нули, ждем счет 2-0, 1-2 и так далее. Шучу конечно, мы находимся с вами в Сочи, время полдвенадцатого ночи, сделаем краткий обзор на завтра хоккей, может быть зацепим баскетбол, сразу просьба подписаться, поставить лайк, потому что только я на своем канале разбираю три вида спорта, только я разбираю так досконально и даю полную аналитику, только у меня есть группа ватсапе, не в телеграме, не в тиктоке, не в контакте, не в одноклассниках, не в моем мире, какие там еще соцсети, не в инстаграм, не 100 грамм, а именно ватсапе, только у меня больше ни у кого, самая демократичная, самая открытая, самая доступная, самая легкая группа, просто пишите мне на ватсап 250 рублей и вы вступаете в группу, где вы играете со мной, проходите обучение, я еще 100 человек, примерно самые лучшие игроки СНГ, у нас представлены все республики Советского Союза и дальнего зарубежья тоже есть представители, также есть все виды спорта у нас, помимо всего прочего в наших планах открыть в ближайшее время, мы открываем школу беттинга, будем набирать группы по 5 человек на каждый вид спорта, у нас будет 4 вида спорта, 4 направления футбол, хоккей, баскетбол и теннис, пока 4 вида спорта, я буду вести 2 вида спорта, футбол и баскетбол, мой партнер будет вести теннис и хоккей, вот так вот мы решили, пока что в планах вот это, я думаю, что в феврале мы стартуем, по поводу обучения, всего остального, вступайте в группу, все узнаете, значит, по итогам сегодняшнего дня практически все зашло, сейчас еще доиграю, там все играют, да, значит, баскетбол блестяйся зашел, значит, химки у нас, по четвертям все четко было прочитано, значит, плюсанули сегодня нормально, более того, четверть угадали, первую четверть угадали, что будет ничья, вот, коэффициент был 9,5, и как мы угадали, ну, в группе вы все узнаете, вот, потом я вчера сказал, что химки, первый, второй четверть больше 22 очков набирает, ну, это мы поставили и все зашло, то есть, по первой четверти 26 очков химки, во второй тоже, по-моему, 26 было, вот, и в третьей меньше 40, все, как обычно, в общем, все, заход по баскетболу 90% захода в баскетболе, так, все, не буду вас, значит, задерживать, давайте разбирать хоккей, разберем три матча, авангард торпеда, сразу скажу, что это будет скорее такой обзор, более четкий прогноз в группе, вчера в группу вступило около 10 человек, всем большое спасибо, сегодня тоже где-то около 10, и люди стали возвращаться, кто был раньше, возвращаться в группу, поняли, что один в поле не вонь, что лучше в коллективе, а почему, да потому что, ребят, 250 рублей, это на трамвае проехать, понимаете, сейчас, в кино не сходишь за 250 рублей, а пройти обучение в группе пока 250, ребят, потом будет школа битинга, там будут другие совсем цены, но там будет штучная работа, индивидуальный подход, и опять же, человек будет в группе, плюс, значит, вот это обучение, и так, авангард торпеда, все, поехали, разбираем, и так, авангард имеет тут небольшое преимущество, потому что играет дома, второе преимущество, то, что он на один день больше отдыхал, он последние три матча выиграл, торпеда из пяти последних выиграла три, из трех последних два проиграл, но один в овертайме, в общем, торпеда бросит, как они играют между собой, 4-2, 4-2, 5-4, три последних матча, авангард выиграл, но из них было два товарищеских, вот, из пяти последних вообще было три товарищеских, значит, а фактически в чемпиате они сыграли в 19-м году 4-2 и в 18-м 1-3, ну вот, то туда, то сюда, поэтому я думаю, что авангард здесь должен побеждать, коэффициент надоет рубль 50, смотрим таблицу, авангард на втором месте, торпеда на шестом, в восточной конференции, дивизион Харламова торпеда на четвертом месте, авангард в дивизионе Чернышева на первом месте, 62 очка, и как бы особо авангарду, вроде бы ничего и не надо, да и торпеда ничего не надо, просто авангард сильнее, вот, чемпионат еще не закончился, еще никто никуда не попал, еще куба Гагарина не начался, кстати говоря, 14 января начинается Австралиан Опен, у нас будет очень много интересного в группе по этому поводу, потому что мой партнер по будущей школе битинга, он именно специалист по теннису, особенно по женскому, особенно по турнирам большого шлема, таким как Австралиан Опен, Уимблдон, открытый чемпионат Франции и открытый чемпионат США, их всего 4. Напоминаю, что пятый турнир большого шлема хотел сделать, был такой теннисист Илья Анастасия, румынский теннисист, который выиграл какие-то там турниры большого шлема, эмигрировал, по-моему, в Канаду, ну, в общем, с этой идеей он долго носился, но, естественно, ему не дали, ну, кто ж ему даст, вот, какому-то румыну, представителю соц. страны, кто ж ему даст пятый турнир большого шлема организовать? Открытый чемпионат Румынии, что ли? Ну, давайте, не делайте мне смешно, как говорят у нас в Одессе. Открытый чемпионат Канады? Нет, это очень консервативные такие вещи, понимаете, природа любит равновесие. Четыре времени года и четыре турнира большого шлема, три из которых проходят летом, да, летом проходят они. Чемпионат Франции начинается в конце мая, чемпионат США открыто начинается в конце августа, а в Австралии в январе, ну, ребят, в Австралии в январе, лето, лето, ну, вот и все. Значит, победа авангарда. Дальше поехали. Нефтехимик Йокерит. Йокерит у нас играл сейчас два матча в Екатеринбурге, один выиграл, второй проиграл с автомобилистом, 2-0 проиграл последний, но два матча подряд они, в общем, они немножко укатаны, Йокерит, да, и, как бы, там недалеко от ЕКБ до Нижнекамска, Нефтекамска, как там, Нижнекамск, Нефтекамск, в общем, Йокерит выездное турне сделал, и играют они так, 1-2, 2-1, 3-2, 3-2, 0-3, короче, тотал 5 меньше. Дальше будем смотреть, дальше все в группе, наверное, будет у нас более подробно. Я же сегодня сказал, что Амур-Кунь-Лунь, что тотал будет меньше 5. Ну, вот 3-1, там, кое-как они там, у нас человек группу поставил 3,5 больше, и они в конце там Кунь-Лунь забил. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы Кунь-Лунь там не проиграл, там, понимаете, китайским товарищам там как-то подсобить, помочь. Жадина, Амур-Жадина, по ним самим нужно, вот. И потом, Кунь-Лунь, это все-таки они сейчас же не в Китае базируются, они где-то в Балашхе там, да. И тренер у них Алексей Ковалев, далеко не китаец. Так, на Йокерит дает рубль 70. Ну, знаете, что я вам скажу, что Йокериту надо в восьмерке закрепляться, потому что Куба Гагарина без финнов это как-то неинтересно. Как-то неинтересно. Йокерит как-то должен зацепиться, как-то, значит, Йокерит хорошо идет по трассе, он идет в шестерке. Вот, но я хочу сказать, что на седьмом месте Спартак, который имеет столько же очков, сколько Йокерит, 50, а Северсталь 49. То есть одной ногой Йокерит, грубо говоря, на подножке трамвая, уходящего в Куба Гагарина весенний. Вот так вот Йокерит висит, понимаете. Но у него 2-3 игры в запасе. Но их надо еще выиграть, понимаете, их же надо выиграть. Это же не просто так. А Йокерит в последние 5 матчей говорит так, победа-поражение, победа-поражение. Сейчас у него очередь победы. Вот и все. Что касается Нефтехимика, 3 победы было, потом 2-2 поражения у Нефтехимика. Значит, тотал 5-5 меньше, Йокерит, наверное, не проиграет. Вот как-то так. Нефтехимику особо ничего не надо. Но Дома Нефтехимика последние 2 выиграл, а перед этим 3 проиграл. Что касается Йокерита, то Йокерит в 5 последних на выезде проиграл 4. Выиграл только у Автомобилиста. То есть как-то тоже расслабился. Я бы тут не полез в исходы, взял бы просто тотал 5 меньше. И Спартак Автомобилист. Но Спартак это наше все. Знарок сбрил усы, кто не знает. Вот зачем Знарок сбрил усы? Вот ответили. Да чтобы выиграть. Чтобы наконец-то не закончилось, то это полоса у них. Спартак 3 победы подряд. Вот цена усов. Знарка. Так. Давайте, знаете, что сделаем? Посмотрим. Значит, нефтехимик с Йокерит. Ведь Йокерит же уставший, да, у нас. Давайте еще раз проверим. Насколько они устали? Да, Йокерит играл, смотрите, 10-го, 11-го. И играет 13-го. А Витязь играл, нефтехимик играл 8-го, потом 10-го. То есть они отдыхали, они свеженькие. Поэтому я бы тут не стал бы брать победу Йокерита. Не стал бы, серьезно. Нефтехимик может обыграть их. А потом Йокерит поедет, там Фильнядию, там они свои возьмут. Вот Спартак Автомобилист. Так, значит, здесь у нас обе команды играли 11-го числа января, но Автомобилист играл, опять же, с Йокеритом, два матча подряд. Короче, Автомобилист уставший от слова совсем. То есть их укатали. Их укатали финны. Укатали настолько, что... То есть 10-го, 11-го, и теперь, значит, этот Автомобилист играл дома. И теперь они едут в Москву. Вот они приехали, и тут их ждет Спартак. Как они играют в Москве? 1-0 Спартак, 3-3. 2-4 Автомобилист, 5-2 Спартак, 3-0. Есть ли какая-то закономерность? Ну, давайте думать, смотреть. Вот 16-й год, Спартак выигрывает. Потом опять Спартак выиграет. Потом выиграет Автомобилист. Потом опять Спартак в овертайме. Опять Спартак. В общем, из 5 матчей Спартак выиграл 4. Я считаю, что это вполне достаточно для того, чтобы надеяться, что Спартак выиграет. Смотрим коэффициенты. 2-50. Ну, как-то многовато на Спартак дают. Спартак любит выкидывать какой-то фортель. Такой, как бы, неожиданный фокус такой. Когда непонятно что, непонятно как. Команда берет и сдает матч. Значит, но учитывая, что Спартак восьмерке еще далеко не все сказал. И он в западной конференции, вот на той самой подножке трамвая, они втроем там взявшись за вот эту ручку трамвайную, да, они едут в Йокер, Спартак и Северсталь. Три товарища по несчастью, чтобы вот в этом трамвае уехать. А автомобилист в другом трамвае восточной конференции на пятом месте, то есть он практически уже вип-места занял в бизнес-классе, и он едет. 53 очка. Но ему наступают на ноги и на руки торпеда, трактор и барыс, которые недалеко оторвались. У барыса тоже не так все плохо. Ну, практически определилась восьмерка. Это барыс, трактор, торпеда и автамир. То есть они никуда не вылетят. Потому что Сибирь, которая занимает 9 место, она имеет 42 очка. Поэтому если автомобильст проиграет, ему ничего за это не будет. Вот и все. Спартак в своем дивизионе Боброва идет на третьем месте, и как бы нужно в четверку попадать снизу Северсталь, у которой 49 очков, но у Спартака игра в запасе. Автомобиль, в свою очередь, в дивизионе Харламова идет также на третьем месте. Тут у них пятерка образовалась финальная, и автомобилист более-менее так себя чувствует. Тоже нормалек. Поэтому здесь я думаю, что Спартак не должен проиграть, учитывая, что автомобильст просто банально устал, и играет он в гостях. Давайте теперь откроем баскетбол и попытаемся разобраться в матче с Жальгири, с ЦСКА. У нас сегодня блестяще зашли некоторые матчи по четвертям, помимо Химок Барселоны. Завтра у нас очень много интересных матчей. Баскетбол это лайф. Баскетбол заходит на 80-90%. Иногда мы думаем, что заиграть в третьем, что будет реально победа одной из команд или тотал. Это надо смотреть по тому, как сыграно первая, вторая четверть. Заранее сказать это невозможно. Надо видеть результат. Понимаете? Для этого нужна группа. Вот видите, время сколько? Я не сплю, я записываю, я в группе целый день, с утра до вечера. Только проснулся сразу в группу. То есть два телефона я не выпускаю из рук. И так, поэтому вступайте в группу, если вы хотите быть в плюсе. Потому что почему? Постоянно в лайве нужна корректировка. Там удаление какое-то, желтая карточка. Тут, значит, пенальте там, что брать. Надо смотреть. Потому что у нас, понимаете, вы один играете, у нас в группе 100 человек. И каждый кидает, ну не каждый, многие, кто разбирается, намного лучше меня люди разбираются. Почему? Потому что я везде, понимаете, во всех видах спорта. А у нас спецы, вот, в одном виде спорта, он знает лучше меня. И он дает свой прогноз, понимаете, и он заходит. Итак, ЦСКА же Альгерис играет. Бавария-Зенит. Вы думаете, Бавария-Зенит, кто выиграет? Ну, конечно, и Зенит. Я так думаю. Потому что Зенит лидер в этом году. Вот. Панатинарикос-Виербан. Ну, тут греки с французами. Тут надо смотреть. Риал-Цервена. Тут надо идти по четвертям и смотреть, как они сыграют в первой четверке. И дальше уже от этого талкиваться. Параллельно будет идти Еврокубок. Играют такие команды, как Болония-Цедевита, Моробанк-Уникс-Казанский. Вот это интересно. Партизан-Югославский Трент и Италия. Нантер-Монако, да, то есть Франция. Французы играют. Уника-Хохументут, две испанских команды. Игран-Канария-Морнар. То есть Словения с испанцами. Испанцев много. Ну, этого мало еще. Играет завтра Лига чемпионов в баскетболе. Дарушфака-Бриндизи. ХПЛ-Тюрк. Страсбург-ВФ. То есть французы играют с Латвией. И многие матчи отменены. Но нам и этого хватит. Вот поэтому давайте вот так вот бегло откроем. Что такое ЦСКА Жальгерес? ЦСКА Жальгерес, во-первых, это вывеска. Я еще помню советские времена, когда они там не на жизнь, а на смерть. Понимаете, они в финал чемпионата Советского Союза из трех матчей они играли. Один матч в Каунасе выиграл Жальгерес. Второй ЦСКА выиграл. Третий где играли? Конечно, в Москве. Литовцы обидели. ЦСКА выиграл. А что они хотели, чтобы в Каунасе играли, что ли? Конечно, в Москве. Моя столица, моя Москва. Ну, вот и не обижайтесь. Так, кто забил гол? Байер или Франкфурт? Байер забил гол. Ес. Мы на Байер ставили. Байер не проиграет. 2-1. Красота. Значит, ну, что Германия, как обычно. Я же сказал, что Байер, они притормозили, они проиграли Франкфурту специально в чемпионате 2 января. Я говорил, говорил, 2-1 проиграли. И следующий матч сыграли ничью. Притормозили. Или кому-то они проиграли. Специально, чтобы, значит, это самое. Обыграть в кубке их. Готовились они к кубку. Так, значит, нету вне игры. И, значит, смотрите, что у нас получается. Жальгерес последние 5 побед. ЦСКА тоже последние 5 побед. Но дома. 8 матчей, 8 побед у ЦСКА. Последнюю игру ЦСКА проиграл Басконин, насколько я помню. Жальгерес в гостях всех тоже мочит. В 10 матчах 8 побед. Я удивляюсь, почему Куртинайтис не тренирует Жальгерес в свою родную команду. Знаете почему? Отвечаю. Если Куртинайтис будет тренировать Жальгерес, Жальгерес будет всем проигрывать. Услышали? Поняли? Запишите. Вот. Ладно. Это все лирика. Итак, как ЦСКА играет с Жальгересом? Так, последняя игра была в ничью. Потом ЦСКА дожал. Перед этим тоже была ничья. И ЦСКА дожал. Наверное, завтра опять будет ничья. Был товарищеский, Жальгерес выиграл. Перед этим Жальгерес тоже выиграл. Но вообще у них упорная борьба. Очень упорная борьба. До последней минуты. Я смотрю, ЦСКА не выиграет больше 3 очков в последних играх. 17-й год, 3 очка. Перед этим, 16-й год. 95-86. 100-86. То есть, ЦСКА может выиграть большую фору у Жальгереса. Более 5-6 очков. Только если набирает 95 и более очков. Вот ЦСКА сейчас в последнее время это довольно-таки хорошо получается. Здесь, чтобы сделать вразумительный прогноз, нужно смотреть игру. Это первое. Нужно посмотреть, что говорит в начале Сергей Тараканов. Мой земляк из Косноярска. Олимпийский чемпион, между прочим. На ЦСКА дают рубль 20-30. ЦСКА может, поверь, может. Они оба могут. Значит, ЦСКА идет на первом месте. Жальгерес на пятом. ЦСКА как бы особо ничего не надо. Они себе обеспечили там, ну, практически, да. Хотя еще играть и играть. В восьмерке, да. В восьмерку замыкает Валенсия. Дальше она дал у Ефес. Олимпиакос. Баскунии и так далее. Зенит идет на четвертом месте. Зенит завтра играет с Баварией. Бавария тоже на шестом месте. Она тоже в восьмерке. Но Зенит по трассе идет лучше. Но речь не о Зените, а ЦСКА. Итак, ЦСКА дома 8 матчей, 7 побед, 1 поражение. И Жальгерес в гостях в этом чемпионате, в этом розыгрыше. 8 матчей в гостях, 6 побед, 2 поражения. Вот таким вот образом. Можно посчитать точную тотал. Надо разделить, поделить, умножить. Я высчитывал точные тоталы. И иногда очень, довольно-таки успешно. Но тут надо идти по четвертям. По четвертям и по четвертям, еще раз по четвертям. ЦСКА может отдать первую четверть. А может не отдать. Но надо смотреть. Почему? Потому что, что значит ЦСКА отдаст? Ну, он наберет 21 очко, а Жальгерес 22. Понимаете? Сегодня на Химке заиграли. Химке первую четверть, 22 больше. Они ничего, 26-26 играют. Но ставка зашла, зашла. Поэтому не все так однозначно, как вы берете там победа тех, победа этих. Иногда надо посмотреть внимательно. Итак, открываем первый матч, отматывая назад. ЦСКА. Видите, 9-17, первую четверть отдал. Вторую, естественно, выиграл. В третью Сушилова. Еще один матч, смотрим, ЦСКА с Жальгересом. Первую четверть ЦСКА отдал. Ну, вот я о чем говорил, что может отдать. Вторую, естественно, выиграл. Вот так вот. Третий матч отматываем назад, хотя он товарищеский. Долго интернет открывается. Ну, вот в товарищеском ЦСКА выиграл первый четверть. Вторую четверть, угадайте, кто выиграл. Ну, конечно, Жальгерес. Так, уже пошла инсайдерская информация. Да, кстати, у нас сегодня в группе инсайт есть по теннису. Но вы уже, наверное, опоздали. Инсайт у нас регулярный. Значит, вот опять ЦСКА выиграл первую, проиграл вторую. В общем, все по расписанию. И пятый матч назад отматываем. Ну, в общем, все как обычно. Все замечательно, все прекрасно. То есть, баскетбол у нас будет по расписанию в группе идти. Значит, ребят, давайте так. Так, кто хочет обучаться, готовьте деньги. Обучение будет у нас платное, эксклюзивное для тех, кто хочет реально освоить несколько стратегий игровых по определенному виду спорта. Будет специализация, например, в футбол. Разбираем только в футбол. Все. Предварительно можете пока вступить в группу. Пока, значит, поднатаскаться примерно, освоиться, посмотреть, что это такое, пообщаться. Понравится вам формат, не понравится формат. Сразу хочу сказать, что формат обучения, он будет немножко другой, не такой. Но чтобы немножко войти в тему, сначала вступайте в группу. Не хотите, не вступайте. Ну, я просто говорю, если вы уже думаете обучаться, начните хотя бы с группы. Может быть, вам это не понравится. Ну, и, конечно, регистрируйтесь по ссылке, закрепленной в комментариях. Переходите по этой ссылке, получайте мой промокод. Получайте фрибет, отыграйте в группе с помощью нашего коллективного разума, с помощью нашего мозгового штурма, который есть только в нашей великой, могучей, единственной на весь мир группе ватсапе. Только у нас есть группа ватсапе по ставкам, больше ни у кого. Вот таким вот образом. И, кстати, мои игроки в молбете, они плюсуют. И это пока, это четко видно по молбету. Потому что я с этого ничего не имею. Потому что игроки в плюсе, ребята в плюсе, уже второй месяц подряд. Какой второй? Уже второй год. Практически я нифига не получаю. Почему? Ну, потому что группа мне платит какие-то вот эти взносы туда-сюда. Вот я с этого имею. Я вам честно говорю. С молбета там ничего. Потому что плюсуют все на моих ставках. Кто не верит, я могу скриншот отправить, сфотографировать. Я в ютюбе не имею права показывать, сами знаете. И даже то, что я сейчас говорю, как бы тоже не совсем это, может быть, и правильно, но... Вот. Может быть, не стоило это говорить. Короче говоря, все вступайте в группу, пишите мне на ватсап. Промо-код этот есть. Значит, смотрите, пока что вступление в группу стоит пока что 250 рублей. Вот с нового года было подорожание, да. У меня в том году было 300, потом до 500, потом началась пандемия. Я не то, чтобы там ради денег, да. Пока людей набираем, пока все демократично, идет такой поток нормальный. Люди по 10 человек в день. Но сейчас, в связи с тем, что закончились праздники. Поэтому не упустите свой шанс, потому что... Ну, все дорожает со временем, да. Мы только как бы начали. Группа существует полтора года. Вот. Канал прикрывали, потом закрыли. Ну, у меня два канала. Один существовал канал, второй закрыли, потом опять открыли. Сейчас у меня два YouTube канала. Вот. Не у каждого блогера есть два YouTube канала. Не у каждого ставочника есть два канала. И не у каждого ставочника, далеко не у каждого. Вообще ни у кого. Нет группы ватсапе. Все. Ребят, спокойной ночи. Я сейчас перешел на нормальный спортивный режим. Правильно. Ложусь рано спать. Рано встаю. Значит, делаю зарядку. Много делаю дел полезных. Вот. И, значит, режим очень насыщенный. Он требует, чтобы я высыпался. Чтобы я соображал, да. И говорил правильные вещи. Всем удачи. И помните, что завещал великий Ленин. Учиться, учиться. Еще раз учиться. Еще раз учиться. Еще раз учиться.